А голос... Так... Да я это самое... Съёмку начал... Значит... Юрий Михайлович, а голос подать можешь, раз ты не любишь съёмку? А ты мне сейчас вопрос задал... Почему люди? Почему люди не покупают? Так, это самое... Вы не обращайте мне внимания, это будет маленький... Я не обращаю, потому что у меня со временем напряжёнка... Так вот, ты не обращай, значит... Я не обращаю... Мой земляк Дудениц не хочет маячить, а... Это самое... За кадром, скажем так... За кадром, так вот, за кадром я могу тебе объяснить... Итак... Значит... С тебя фляжка, я за тебя объясню, как садить... Идёт? Обрезку какую-нибудь делать нет, Валерий Васильевич? Обрезку будет делать Серёжа... А, хорошо... Сергей... Валерий Васильевич... Ещё что-то? Серёжа, я пока не смогу больше... Ты сегодня... Я вот знаю, как по работе у нас... То есть, часов до шести здесь будешь? Да, думаю, до шести точно мне там ещё работы хватает... Может, тогда я... Когда мы подъедем... Может, что-то ещё возьмём... Этих два... Объясни, как их посадить сейчас... Я объясню... Обрезать надо или не надо? Я обрежу сам всё... То есть... Земля вровень... То есть, либо делайте бугородку... На бугородку... Яблони... Как бы не критично груши... То есть, можно вровень посадить... Пятнышком сориентируйте на юг... Вот оно тоже здесь есть... То есть, делай пятно... Да... Обрезку я сделаю... Всё, в принципе... Где-то не ровно после посадки... Он немножко будет оршать... Так... Пятно видно... Смотрит... Дроёк... Нет... Восемь ничего не даём... То есть... С ранней весны, где-то до конца июня... То есть... Можно мульчированием... То есть... У нас почва здесь неплохая... Как бы... В яму-то... Ничего сыпать не надо... Так... Это жигулёвская... И... Сейчас скажем... Помятяковлёва груша... Ой... Вот эта груша... Всем грушам груша... Сладчайшая... Я, блин... Настолько обожаю... Эти груши... И ещё... Знаешь, что тебе везёт... Потому что... Вот сейчас... Я могу сказать... Не 99... Сто процентов... Что... У тебя всё получится... Вот... Весной я брал... Средней... Чего она не пошла... Вот она... Даже начала свисти... А потом... Так... Летом всё... Так вот... Теперь послушай меня... Ты спросил... В чём проблема... Проблема в том... Что... Моя технология... Она... Требует так... Посадил и забыл... Как есть такое выражение... В армии... Выстрелил и забыл... Вот... Здесь тоже самое... Никакого каторжного труда... Так... То есть... Эти сорта... Не адаптированы... Как... Ну... Они адаптированы... Нашими руками... Потому что... Уссурийские груши... Подвои... Мы здесь... Раздобыли... В Сибирке... Мы копаем... В тайге... Вот... А... К ним... Приучили... Вот... Эти самые... Роскошные сорта... Память Аковлева... Это... Такое чудо... А... Какой он продал... Яблоньку-то... Забыл... Не... Жигулевский... Я его называю... Король сада... Ой... Мы там рядом стояли... Там ещё... На полуторалетнем саженце... Плод висел... Не видел? А, дал? Да... Вот... В этом году всё мелкое... Так вот... Не показываю лица... Продолжаем тему... Значит... Получается так, что... Массовое бросание дач... По всей России... Это новое явление... А... Нет... Пропали люди... Те, которые занимались этим... Для которых... Работа на дачах была... Праздником... Знаешь... Вот... Рассказываю... Вот... Как... Ну... Мы как будем с тобой... Как будто бы на завалинке сидим... Значит... Подъезжаю... Мы тогда искали... Моей... Моей... Одной знакомой дачу... А я вроде специалист... И найдай... Вот... Подъезжаем... Они дачу торгуют... А я стою... Скучаю... Подъезжает... Огромный камаз... Вываливает... Перегной... Женщина подскакивает... И начинает... Это ты связал? Да... Ага... Вот это и есть предпродажная подготовка... Вот... И значит... Берет тележку и начинает возить... Но я ждал долго... Они торговали целый час... Я не выдержал... Говорю... Сколько это стоит? Она говорит... Пять тысяч... Я говорю... Так вы же могли овощей на пять тысяч купить... Она говорит... Для меня... То, что я делаю... Это праздник... Все... Это поколение... Вот так... Ты ответил на этот вопрос... Сергей... Т. Пойдёт... Т.